Приветствую, друзья! Почему мы занимаемся созданием науки человечности? Потому что наука объединяет людей. Да, потому что наука это... Ну и для таксиста, и министра, и штангиста, и шахматиста, и для мальчика четвёртого класса наука есть наука. Независимо от того, какой он национальности, какой он географической, так сказать, расположенности, какой национальности и религиозности, или атеист, или просто философ. Ну, религии же они разъединяют, а науки объединяют. Ну вот интересно, правда? Особенно наука человечности. Потому что там как раз-таки объясняется и даётся способ, который, кстати говоря, и во всех религиях. Ведь молитву, когда человек делает повторяемые действия, на самом деле он снимает напряжение и выходит на своё истинное, внутреннее, глубинное, успокоенное «я», где нет страха стереотипов, комплексов, где есть именно контакт с вечностью. Это в любой религии есть повторяемые действия. А я вам хочу сказать, что сейчас очень модно, все друг другу передают, что в этом веке как раз-таки произойдёт квантовый скачок. И все люди останутся хорошие, а плохие останутся за батон. Ну, что сказать? Ну, слово «квантовый скачок» вообще-то очень модное. И оно как бы так связано с наукой. И в то же самое время это, ну, квантовый скачок. И все «Ура, ура, квантовый скачок!» И каждый думает, что именно он хороший. Правда? На самом деле, как вы думаете? Каждый человек ощущает себя как исключительность. Это его особенность. Любого человека. Любой человек втайне думает, что вот всем что-то может не проститься, а вот его всё-таки проститься. Потому что, если бы не быть такого ощущения своей исключительности, ну, нам бы тяжело было жить. Это мост так устроен. Поэтому надо оправдать доверие. Надо оправдать доверие, друзья. Я не против квантовых скачков. Я не против всяких философий. На моём веку их было много. Этих теорий. Да. А жизнь, как показывает, как говорил один человек мудрый, жизнь не лучше, чем мы о ней думаем, и не хуже, чем она могла бы быть. Не знаю, что это. Умная фраза, не умная фраза. Ну, по крайней мере, так было сказано. И фраз было много разных сказано. А я хочу вам в следующем ролике ещё про пение. «Как я уже могу петь?» Я хочу вам рассказать. У меня в первой книжке ключ себе был такой случай, когда врач, научившись ключу, пришла на следующий день, такая бледная, и говорит, «Слушай, а нельзя себе дать другую команду какую-то плохую, и от этого тоже произойдёт плохой эффект?» «А что случилось?» Я спросил её. Она сказала, «Да я, говорит, вчера вечером экспериментировала с вашим ключом». «Да-да-да-да!» И говорит, «Представила, что я шаляпин?» Вот в этой книжке. 90-го года. 90-го года. Это я. Чёрненький. «Представила, говорит, что я шаляпин?» И вдруг меня развернуло. И я, говорит, запела басом. И такая бледная. И она не спала. И потом она утром пробежала ко мне. А не получится, что я себе ещё что-нибудь такое вдруг задам, что мне плохо, и мне тоже плохо станет? Видите, басом запела. Тороче говоря, будем все петь хорошо, но каждый будет петь, как он поёт. А в этом же есть преимущество, уникальность, неповторимость, а значит, востребованность. До встречи, друзья. До встречи, друзья.